Адвокат семьи убитой таджикской девочки арестован. Россия. Убитый трудовый мигрант похоронен на родине. Туркменские спецслужбы вербуют доносчиков. Казахстан. Против матери-одиночки сфабриковали уголовное дело. Защитники адвоката Дагира Хасавова, арестованного 17 сентября в Лефортовском суде в Москве, по обвинению в воспрепятствовании правосудию обжаловали его заключение под стражу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов Хасавова, Максима Ижикова. Адвокаты Хасавова и сам обвиняемый обжаловали арест и просят Мосгорсуд немедленно освободить его из-под стражи. Кроме того, в Европейский суд по правам человека также вскоре идет жалоба и не одна. Власти удивятся узнать, сколько статей конвенции они уже нарушили в отношении Дагира, сказал защитник. Сам Хасавов и другие независимые эксперты связывают фабрикацию уголовного дела с его активностью по защите мусульман в России от преследования спецслужб. Также Ижиков отметил, что подаст в ближайшее время в суд Страсбурга жалобы на многочисленные нарушения статей конвенции со стороны правоохранительных органов и суда. Отметим, что ранее защита сообщала, что более ста адвокатов со всей страны заявили о желании участвовать в уголовном деле Хасавова. Адвокаты фигурантов находятся под подпиской о неразглашении тайны предварительного следствия и не могут комментировать материал уголовного дела в отношении Хасавова. Напомним, известный адвокат Дагир Хасавов защищал преследуемых мусульман от произвола правоохранителей, в том числе и Мамхатыба, одной из московских мечетей Махмуда Велитова, обвиняемых по делам Хезбут-Тахрир и других мусульман. Кроме того, адвокат Хасавов выступал защитником интересов семьи жестоко убитой в Подмосковье пятилетней таджикской девочки Хувайды Тиллазада. Узбекистанец, убитый и сожженный в биотуалете жителям Калининграда, похоронен у себя на родине 16 сентября в селе Ташкурган Казбийского района Кашкадаринской области. Об этом пишет радио «Задлик». Сожженное тело трудового мигранта из Узбекистана Азамата Хамраева было обнаружено 11 сентября в одном из биотуалетов города Калининграда Российской Федерации. Собирая по крупицам показания последних шагов мужчины, чья жизнь варварски оборвалась в 46 лет, оперативники проверили разные адреса, где бывал злодей, а затем прошли плотным кольцом густой... По информации регионального следственного управления, 24-летний калининградец убил узбекистанца черенком от лопаты, а после сжег его тело в биотуалете. Однако, по словам очевидцев, к убийству Азамата Хамраева причастны несколько человек. Пожар у нас вызвали МЧС, горел вот этот биотуалет. Из показаний обвиняемого 24-летнего калининградца стало известно, что убийца вместе с друзьями отдыхал в заброшенном саду. Там молодой человек увидел незнакомца, поведение которого ему не понравилось. Парень несколько раз ударил свою жертву по голове черенком лопаты. Затем затащил тело в кабинку биотуалета и поджег с помощью покрышек, предварительно облив краской. По словам одного трудового мигранта из Узбекистана, Азамат Хамраев был убит группой молодых людей. Также он сообщил, что ранее те же молодые люди избили и сломали ногу еще одному узбекистанцу. Также, по его словам, в настоящее время полиция Калининграда пытается квалифицировать дело об убийстве узбекского мигранта как мелкий бытовой конфликт. Напомним, что трудовые мигранты из Центральной Азии часто оказываются в России жертвами насилия со стороны местных жителей. Однако российские силовые структуры и суды реагируют на данные преступления и пресекают их весьма вяло. В то время как находящиеся у власти в регионе режимы вообще никоим образом не демонстрируют свое несогласие либо протест с происходящим. В Туркменистане Марийское областное управление Министерства национальной безопасности начало проводить допросы практикующих мусульман, часто посещающих мечеть, сообщает Азатлык. По словам корреспондента, ему удалось встретиться с одним 50-летним местным жителем, которого дважды вызывали в управление за его религиозность. На первом допросе ему задавали вопросы о круге общения, где он научился молиться, какие книги читает, где достают молитвенники. Кроме того, сотрудники интересовались, употребляют ли верующие спиртное или напитки вроде Кока-Кола. «Я им сказал, что читаю намаз. Они и сказали, что знают об этом», — рассказал допрошенный. На повторном допросе его спрашивали, с кем он встречается и читает намаз в свободное время, чем зарабатывает на жизнь, а также интересовались, насколько религиозны его супруга и дети. После этого сотрудник службы безопасности сказал, что ко мне больше нет вопросов и дал номер своего телефона. «Попросил, чтобы я обязательно сообщил, если замечу, что кто-то ведет себя подозрительно с религиозной стороны», — приводит слова марийца корреспондент. Наблюдатели отмечают, целью таких бесед является выяснение о степени религиозности населения и вербовка информаторов среди соблюдающих мусульман. Подобные мероприятия также проводятся и в туркменских вузах, где сотрудники Министерства национальной безопасности вербуют информаторов среди студентов с целью выявления, кто из учащихся выражает недовольство по отношению проводимой политики режима Берды Мухамедова. «Я хотел просто отвечать, знать, что за это организация. Вот и все. В данном случае пропаганды». В Казахстане против матери-одиночки сфабриковали уголовное дело по статьям 174 и 405 «Экстремизм и терроризм». Жительница города Алматы обратилась в редакцию Хабархо и на условиях анонимности рассказала нашему корреспонденту, что в отношении нее ее родственницы сотрудники КНБ возбудили уголовное дело из-за участия в одной из групп в мессенджере WhatsApp. Я состояла в группе в WhatsApp с разной тематикой – торговля, общение между сестрами и исламские темы в том числе. Затем оказалось так, что сотрудники спецслужб вели слежку за этой группой. Сотрудники КНБ провели обыски у одной из участниц этой группы и завели по отношению нескольких участников группы уголовные дела. Позже уголовные дела были закрыты. Я в то время находилась в одной из соседних стран. После того, как я вернулась из-за границы, я обнаружила, что спецслужбы ведут за мной слежку. В итоге меня задержали и провели в моем жилище обыск. При обыске у меня были изъяты исламские книги, что и стало причиной возбуждения уголовного дела против меня и моей родственницы. На данный момент я нахожусь под подпиской о невыезде, и в отношении меня ведется следствие. Которые отдались от Аллаха, призывают к исламу, призывают через аяты Курана, через хадисы. Здесь нету никакого-либо насилия.